Стресс появляется не только от боли, а от успеха тоже. Я сам себя заставляю подняться в 4 утра, идти бегать по снегу. Главное — найти для себя то, что будет тебе дороже тебя самого. Человек достоин жизни тогда, когда ему есть за что умирать. Ведь счастье не в обретении цели, а в ощущении роста и развития. Научиться достигать результата — это наука, а вот обрести ощущение полноты жизни — это искусство. Всем привет! Сегодня вас ждет очень особенный эпизод передачи «Хотбоксинг». Я Иван Бриттон, а я Майк Тайсон. У нас сегодня замечательный гость. Я уже чувствую накал энергии. Сегодня можно ожидать чего угодно. Это может быть проповедь, а может поговорим о чем-то вечном, об устройстве Вселенной. Всего что угодно можно ожидать. С нами сегодня Тони Робинс. Спасибо, что пришел к нам. Да, мне тоже очень приятно. Ну что ж, с чего начать? Я с Тони познакомился много лет назад, и первым вопросом я бы предложил, с чего началась твоя карьера? Я помню, что в начале карьеры большую роль сыграл для тебя Дэнни. Это было 22 года назад. Ну вот расскажи, ты что, вышел на улицу просто в 5 часов утра и стал приставать к людям, рассказывать им, как изменить свою жизнь? Мне нравится твоя версия. Когда я только начал приобретать свои навыки, мне пришлось очень много учиться. Я изучал нейролингвистическое программирование. Это наука, как использовать слова и фразы, чтобы перепрограммировать нервную систему. Человека, который всю жизнь живет с какой-то фобией и годами не может излечиться, с помощью НЛП можно избавить от этой фобии. Я стал предлагать психиатрам, дайте мне своих самых сложных пациентов, я проведу с ними всего час и смогу решить их проблему. Пациента, с которым вы уже годами не можете добиться позитивного результата. С этого началась моя карьера. Я пришел на радиопередачу «Шок Джок». Еще не знал, что это такое. Передача шла посреди эфира, к нам звонит психиатр. Говорит мне «Волгун и Шарлатан». О боже, ничего себе. Я ему говорю, почему вы так настроены. Я действительно честно предлагаю вам прислать мне пациентов со сложными фобиями и страхами. Мне все равно. Сколько у вас опыта? Ничего себе вызов. И в эфир стали поступать звонки. А вы это умеете? Да, умею и это умею. И потом позвонил тот самый психиатр. Говорит «Вы, Лгун и Шарлатан, вас нельзя пускать на радио». Я говорю «Секундочку, вы что, со мной виделись? Вы меня знаете?» Он говорит «Нет». А с моими клиентами? «Нет». Вы ни со мной, ни с моими клиентами не общались и просто так меня шельмуете на радио. А вы же ученый? Да, говорит, я медик. Но если вы медик, вы же должны работать по научному методу. Ваша гипотеза, что я шарлатан. Ну ты его уделал. Вы гипотезу выдвинули, а теперь ее надо проверить. Давайте завтра соберемся в Холиде-Ин и проверим. Вы придете со своими сложными пациентами, которых вам не удалось вылечить, а у меня получится. У вас же, наверное, много таких. Но вы же попытались со мной говорить жестко. Я тоже могу подколоть. И он привел пациентку, которую 7 лет безуспешно лечил от боязни змей. Она годами не могла спать, потому что думала о том, что ее укусит змея. В кровь выбрасывался адреналин, и так она могла просыпаться по 4 раза за ночь. Я говорю «Хорошо, я вас вылечу за 15 минут». Профессиональную гордость его, конечно, задел. Посмотреть наш поединок пригласили человек 100, но пришло в итоге 500. Я вывожу эту женщину на сцену, и через 20 минут она спокойно стоит, пока я накручиваю живую огромную змею на нее. Раньше у нее был бы припадок от одной лишь мысли. Вот так началась моя карьера. Это было много лет назад. После того я стал практиковать. Сначала мои клиенты были спортсменами. Я общался с Нельсоном Манделлой, матью Терезой. Потом я стал открывать компании. Теперь у меня их 54, оборот до 60 миллиардов долларов. Со своей практикой я лишь в прошлом году объездил 108 городов в 18 странах мира. А в этом году я даже побил рекорд собственный. На моих мероприятиях до 50 тысяч слушателей. Расскажи, скольких людей ты накормил? Для начала накормили меня, когда мне было 11 лет. Я помню, что на День Благодарения у нас нечего было есть. Но дело даже было не в этом, а понимание того, что ты не один, в случае чего тебе помогут. И я поклялся, что накормлю миллион людей. Шесть лет назад мы насчитали, что нам удалось помочь 40 миллионам людей решить проблему с продовольствием. Тогда я стал писать книгу «Мастерство финансов». В ней я описываю многих людей, которые смогли стать богатыми с нуля. Не благодаря связям, а благодаря своим талантам. Прошла новость, что Конгресс собирается урезать программу продовольственных талонов на 6,7 миллиарда долларов. Значит, этих талонов лишатся 48 миллионов человек в Штатах. И 16 миллионов детей из них. Собственно, я когда-то тоже был одним из этих детей. И они эту программу все-таки урезали. Сейчас каждая семья, получавшая раньше помощь, одну неделю каждый месяц вынуждена будет голодать, если приватный сектор не поможет. И вот мне удалось помочь 45 миллионам таких людей. И теперь я думаю, что нужно накормить миллиард в год. Вот в этом году мы раздали полмиллиарда благотворительных обедов. Я думаю, что через 5 лет эта цифра может дорасти до миллиарда. Мне очень греет душу то, что теперь люди не должны терпеть лишения, которые терпел я в детстве. Поэтому, конечно, нужно продолжать. Я бы хотел как-то приобщиться к этой твоей деятельности. Замечательно, приобщайся. Я тоже бы приобщился. Это очень круто. Наверное, вы слышали об нашей премии X-Prize. Мне с этим помогает Питер Диамантес, один из моих друзей и партнеров в бизнесе. Я сказал, что хочу накормить по миллиарду людей в год. Мы уже занимаемся этим 10 лет, нам же на расширяться. Чтобы каждый год по 100 миллионов людей получали помощь. Именно за этим я создал организацию Feeding America. Во всем мире есть миллиард людей, которые голодают. Это же безумие. Мы учредили приз в 20 миллионов долларов. Я вложил туда 1 миллион, а еще один человек, которого, ими я раскрывать не буду, вложил 19. У нас есть два приза по 10 миллионов долларов. И один из них, это та самая программа Green New Deal. Если вы слышали, это программа, которая борется за сокращение загрязнения окружающей среды животноводством. Вы, наверное, знаете, что СО2, выделяемое коровами, во много раз превышает СО2, выделяемое промышленностью, автотранспортом и даже авиацией. Это правда. Но люди пока не готовы перестать есть мясо. В данное время 80% площадей на Земле заняты скотоводством. От их суммарного влияния оттаивают полярные ледники. Безумие. Именно так ради этого вырубают леса амазонки. Эта отрасль также потребляет колоссальное количество чистой воды и очень загрязняет атмосферу СО2. Поэтому я решил назначить приз в 12 миллионов долларов, и первые 10 миллионов получит тот, кто придумает лучшую идею для источника пищевого белка. Да просто перестаньте есть мясо! Хватит мяса есть! Нет, ты послушай. Чтобы не нужно было убивать животных, чтобы перестать занимать 80% суши животноводством, можно выращивать мясо из стволовых клеток. Да, я слышал что-то такое. Да это просто великолепная технология. Сам я говядину не ем, но знаю, что говядина фирмы Коби считается одной из самых лучших. Можно, например, использовать стволовые клетки и попросту выращивать мясо как субстанцию. Но проблема в том, что 7 лет назад себестоимость одного фунта такой говядины была 3,5 тысячи долларов. Рентабельность не очень высокая. Наша задача снизить эту себестоимость до полутора долларов. При этом мы собираемся накормить людей. И вот один приз в 10 миллионов долларов назначен за лучшую идею источника пищевого белка. А второй приз в 10 миллионов назначен за лучший источник растительной клетчатки. Например, в Индии есть говядину считается большим грехом. Поэтому наша цель – изменить планету к лучшему, накормив людей новой питательной и вкусной едой. Технология стволовых клеток – это действительно мощная штука. Есть продукт Queen Beef. Это мясо, буквально выращенное за несколько недель, без загрязнения среды и убийств животных. А ты-то сам чем питаешься? 14 лет подряд я был веганом. А недавно я попробовал пересесть на диету из рыбы и салата. Мне не понравилась такая диета. Но мне нужно держать себя в физической форме, чтобы работать на сцене по 14 часов в сутки. Ведь ко мне по выходным могут до 50 тысяч человек приходить. И такую аудиторию нужно держать в зале колоссальным количеством энергии. А три года назад я поехал кататься на сноуборде и повредил себе руку. Пошел делать ПРП, мне доктор говорит, у вас стеноз спины. Нельзя вам больше прыгать со сноубордом, заниматься теннисом. В общем, ваша жизнь с этих пор не будет прежней. Не самый позитивный доктор мне попался, и ему явно не хватало навыков общения. Но потом я нашел одного доктора из Австралии, который присылал мне видео, где спина человека буквально восстанавливается с помощью гипербарического кислорода. И это перевернуло весь мой мир. Но это еще не конец истории. Мне этот доктор говорит, прежде чем приехать в Австралию, нужно посмотреть, нет ли у вас каких-то воспалительных процессов в теле, потому что результаты ваши готовы будут лишь через неделю. Я в то время был в Нью-Йорке. И он мне говорит, а сделайте-ка, пожалуйста, еще анализ на разные металлы. Какие металлы? Присутствие металла в вашем организме. Каждому жителю большого города не лишне сделать анализ на присутствие металлов. Я теперь это всем жителям городов рекомендую. Жуть какая. В общем, сдал я ему эти анализы. Через какое-то время приходит сообщение, срочно нам перезвоните, оказывается, доктор увидел мои анализы, и по шкале от 1 до 5, где 5 — это полная токсичность, у меня 1,35 — самый высокий процент содержания металлов у человека, который он видел. Он спрашивает, вы давно в больнице уже лежите? Я говорю, в какой больнице? Я на сцене сейчас работаю. Дело в том, что я 3 года уже прохожу детоксикацию, и поэтому даже не могу есть рыбу. Только белки растительные. По сравнению с прошлым, в организме произошли радикальные изменения. И действительно, это сказывается на моей работе. Я могу 4 дня подряд собирать аудиторию в 14 тысяч человек и работать на безумном уровне. Да, я знаю. И вот прихожу я как-то уставший домой, решил выгулить собаку, и вдруг сердце как хлопнет, чуть наружу не выпрыгнуло, и я упал на пол. Кстати, на мероприятиях со мной всегда есть персонал, который меряет сердцебиение, потому что мне нужно проверяться, как спортсмену, я по 3000 калорий сжигаю за одно мероприятие, и так по 1000 раз в год. Как марафонец, который бежит в последний круг. Примерно так я себя чувствую в конце мероприятия. И знаю, что сердце у меня сильное, чтобы выдерживать такие нагрузки. Но проблема была в том, что у меня была опухоль, из-за которой кровоснабжение не происходило так, как нужно, а я этого не знал, и выкладывался по полной. Отвезли меня на скорой, чувствую давление где-то под потолком, боюсь, не выживу. Сначала скакнуло, а потом упал до 60. Тяжелая неделька выдалась, а все потому, что у меня в два раза меньше гемоглобина в крови было, нежели должно быть у человека. Но я выжил. Поэтому очень рекомендую всем сдать анализ на содержание металлов. Я точно знаю, что процентов 70 людей, с которыми я знаком, могут содержать в организме эти металлы и лучше избавиться от них пораньше. Вот именно, нужно не ждать до последнего, а многие люди просто боятся идти к доктору. Как вы познакомились? Да, расскажи. Ты помнишь? Да, давай, расскажи. Сижу я как-то дома, выхожу из гостиной и смотрю, стоит в ней никто иной, как Тони Роббинс. Я говорю, ты что здесь делаешь? Я же не понимаю, как он тут оказался. Наверное, жена моя или друзья вызвали его для меня. Наговорили про меня, что я сошел с ума, слетел с катушек. Надо ему помогать, надо вытаскивать. Поговори с ним. Я так понимаю, он согласился и пришел. Да, это было как раз после того матча твоего с Холлифилдом. Твои просили меня, чтобы я что-нибудь сделал, чтобы ты никому больше не откусывал ухо. Я говорю, да не будет он ничего такого делать больше. Но навязываться ему я не хочу. Они говорят, да не будешь ты навязываться, он сам очень хочет с тобой пообщаться. И он мне первым делом говорит, что ты тут делаешь. Да я просто не знал, зачем он пришел. А так, конечно, рад был его видеть. Я, кстати, уже очень многим рассказывал, и журналисты часто об этом спрашивают. Мне 52 года. Занимаюсь я тренерством уже 17 лет. То есть 42 года. Пообщался за это время с многими миллионами людей. И меня часто спрашивают, из всех людей, с которыми ты работал, кто тебе больше всего запомнился? Нельсон Мандела, Мать Тереза. Я говорю, это все замечательные люди. И Билл Клинтон тоже. Но я говорю, больше всего меня потрясает Майк Тайсон. Потому что, как мне его описывали другие, я думал, он маньяк какой-то. Он, оказывается, такой классный. С ним не подружиться невозможно. Например, меня потрясло, насколько он начитан. Да, я люблю читать. В тюрьме больше делать нечего было. У него на полке и Ницше стоит, и Коран, и Библия. Я, кстати, общался с персоналом тюрьмы. Они рассказывали, как Майк разнимал драки. Я позднее убедился, что у Майка такой характер. Он очень любит людей. Ты в первый же вечер мне об этом рассказал, потому что мы сразу подружились. Когда начиналась какая-то драка, Майк всегда говорил, «Ребята, ну какой смысл нам между собой драться? Охранники нас ненавидят. Все нас ненавидят. Если мы еще друг друга ненавидеть будем, так кто же нас полюбит?» Но в другие дни он мог сказать, «Знаете, вот сейчас была бы кнопка, чтобы нажать, и сразу одним злобным кретином меньше стало. О, как бы я сейчас нажал». Как мы тогда смеялись. Майк не промах. Это точно. Он как раз готовился к новому поединку тогда. Извини, что все твои секреты раскрываем. В общем, мы тогда несколько часов болтали и выяснили, что он очень начитанный. Ты замечательный человек. Конечно, у всех бывают противоречивые моменты в жизни, но он очень обаятельный. Майк получает деньги за то, что надирает другим шею. И людям это нравится. Нарочно не придумаешь. Честно говоря, я сам тогда призадумался, если уж сам Тони Робинс ко мне пожаловал, наверное, со мной что-то действительно не так. Я, наверное, действительно съезжаю с катушек, если целого Тони Робинса ко мне прислали беседу проводить. Господи, думаю, что же такое происходит? Это было 22 года назад. Сейчас я рассказываю эту историю о том, какой ты классный парень. Спасибо, братишка. А что ты ему тогда наговорил? Ой, у нас долгий разговор был. Сначала о том о сём, потом Майк сказал, ты лучше с моей женой иди поговори, ей как раз больше помощь нужна. С таким олухом, как я. По телефону она мне сказала, что Майк общаться со мной всячески готов, но выяснилось, что не всё так просто. Некоторое время изучать его пришлось, что им движет. Но я действительно вошёл в его положение. И я вдруг понял, насколько люди пользуются его обаятельностью и открытостью. Майк очень легко поддавался влиянию мира, при том, что сам вырос в очень трудной среде и смог успеха достичь. Но люди часто не понимают, что стресс появляется не только от боли, а от успеха тоже. Ведь нужно всё время преодолевать свои границы, всё время за пределы зоны комфорта выходить, обусловленного деньгами, бизнесом, интересами, чувствами. В какой-то момент человек сам себя загоняет. Я должен стать ещё лучше, прыгнуть ещё выше. Тебя охватывать стремление поставить планку ещё дальше, ментально и духовно, как угодно. Ты начинаешь работать ещё лучше, чем даже предполагал. Вот, например, ты стал величайшим боксёром в 20 лет. В какой-то момент ты начинаешь думать, секундочку, а может, я не заслужил всего этого успеха? Вот именно. В такой момент можно начать разрушать себя, потому что это тоже бывает приятно делать. Да, вот твоя самооценка ниже, и ты как бы пытаешься сам прибить себя к ней. Я увидел, что именно по такому пути ты идёшь. У меня тоже был такой период. Может быть, не настолько экстремальный, как у тебя, но ты всё-таки гораздо более экстремальным видом деятельности занимаешься. Бывают перегибы на местах, это точно. Бывают перегибы, но главное — на ошибках уметь учиться и становиться лучше. Главное — не дать себя разрушить. После каждого падения находить силы подняться. Точно. В моей жизни всегда всё основано на дисциплине. Я сам себя заставляю подняться в 4 утра, идти бегать по снегу. У моих конкурентов нет такого бешеного темпа жизни. В тебе тоже это есть. Мне очень понравилось это в тебе. Ты построил своё новое ранчо, и тебя очень любят люди. У тебя просто уйма фанатов в мире. Я очень благодарен им за это, потому что они чувствуют, что ты человек искренний. Они видят, как ты сильно изменился к лучшему. Ты стал примером возможностей человека, который смог из очень сложной среды пройти путь через совершенно безумные вещи, но в итоге изменить свою жизнь к лучшему. Да, и поэтому очень круто, что ты пришёл. Я очень уважаю тебя. Спасибо тебе. Наша жизнь — дикая штука. Да, это безумное приключение, но она мне нравится. Самое главное — не сдаваться и не дать себя сбить с толку. Совершенно верно. Это точно. Вот что мне больше всего нравится в Майке. Что бы ни случилось, он всегда поднимается и идёт дальше. Да, в жизни приходится многому учиться. Да, это многие знают, но Майк, наверное, самый экстремальный пример того, как это на самом деле работает. Наверное, именно это вдохновляет людей. Говорить и проповедовать каждый может, но вот своим примером показать это дорогого стоит. Когда мы проводили небольшое интервью у меня дома, я, кстати, выложил фрагмент этого в Инстаграм, я был очень тронут, потому что люди бывают в Интернете агрессивны друг к другу, но они были жутко тронуты тем, что ты им рассказал, твоей скромностью. Тебя люди обожали и 20 лет назад, и сейчас. Это очень здорово. Жизнь вообще очень классная штука. Я постоянно учусь чему-то. Даже плохие моменты в жизни я считаю прекрасными. Да, плохая жизнь лучше, чем её отсутствие. Совершенно верно. То, что ты рассказал, как ты влюбился в Майка, познакомившись с ним, это тоже удивительно. Потому что все считали, что он дикарь и хулиган. Но он умеет вытворять дикие вещи, конечно. Когда смотришь ему в глаза. Я когда с ним познакомился, я понял, что этот человек с огромным сердцем. С ним невозможно не подружиться. Какой самый важный навык или свойство характера, который человеку стоит культивировать в себе, в своей жизни, чтобы выйти на самый высокий уровень развития? Для нас всех важна мотивация. В том числе эгоистичные мотивы тоже нужны. Это тоже часть жизни. Всем живым существам свойственно хотеть защиты от опасностей. Но жизнь также поддерживает то, что создаёт больше жизни. Главное — найти для себя то, что будет тебе дороже тебя самого. Не важно, что это — дети, твоя работа или собственный бизнес. Найдите то, ради чего вы сделали бы больше, чем для самого себя. Вы же для своего ребёнка готовы на большее, нежели для себя. Поэтому ищите призвание. Оно даст вам энергию. С помощью неё вы сможете изменить не только себя, но и мир. Я помню, влюбился в одну женщину, и мы с ней поженились. Хотя до меня она два раза была замужем, и от каждого брака у неё были дети. И она была старше меня на 12 лет. Мне было 24, и я стал отчимом для 17-летнего парня, 11-летней девочки, 12-летнего мальчика. А потом ещё и от меня ребёнок родился. Достаточно сильные изменения в жизни. Но это было прекрасно. Я понимал, что расту и развиваюсь. Хотелось не только человечеству помогать, но и своей семье тоже. Мне пришлось найти новые ориентиры, новые источники мотивации для себя, чтобы это у меня получилось. Мартин Лютер Кинг сказал, что человек достоин жизни тогда, когда ему есть за что умирать. Это сильные слова, но мне кажется, ощущение жизни появляется только если ты найдёшь призвание своё, то, к чему тебе хочется служить. Отдавать, а не только брать. Вот Майк как раз один из тех людей, который щедро даёт. Я ощутил это с первого дня, что у него нет потребительского отношения к жизни. Я каждый день ощущаю желание, чтобы от моего присутствия на Земле людям становилось лучше. С кем-то достаточно просто поговорить, встретиться, и уже присутствие твоё сильно помогает. Иногда после короткого общения человек поймёт что-то супер важное для себя или решит проблему. С тобой, например, люди ищут встречи, потому что ты их вдохновляешь. Но иногда нужно не просто присутствие, а активное действие. Например, когда нужно спасти суицидника. Мне часто приходилось с такими людьми работать. Ко мне обращаются в экстремальных ситуациях. Людям хочется услышать совет или просто доброе слово от лучших представителей человечества. Потому что становятся такими, преодолевая свои собственные сложности. Иногда людям нужна такая поддержка в моменты сильных изменений в своей жизни. Например, вам стукнула круглая дата, или вы пережили развод, или основали новую компанию. Моя целевая аудитория — это люди, испытывающие голод, желание чего-то. Если вы не холодный, не горячий, а так посередине что-то, наверное, вам не ко мне нужно. Я слишком напористый для вас. Но если вы хотите получить импульс для чего-то нового в своей жизни, или в теле, или в душе, тогда вам ко мне. Именно потому с 42 года я собираю истории лучших из лучших представителей человечества. Убежден, что хорошие примеры из реальной жизни очень вдохновляют. Успеха важно не только добиться, но и закрепить. Если вы поженились, через год развелись — это одно, но если вы 20 лет вместе — это другое дело. Если вы разбогатели и тут же все потратили — это еще не успех. Не спустить, а приумножить богатство — это другой навык. Это пример активного намерения. К сожалению, всем известно, что в той же Америке далеко не все живут в прекрасной физической форме, у большинства нету идеальной личной жизни, люди не зарабатывают столько, сколько хотят, поэтому большая часть людей несчастлива. Но если у тебя это есть, мне интересно услышать, как ты приумножил это все. Классно. Это ты классный. Я как-то слышал, что ты назвал Майка главным восстановителем справедливости. Ну, возможно, тогда мне хотелось именно так сказать, но я считаю, что Майк — самый лучший пример всесторонне развитой личности, которая не стесняется своих ошибок, но учится на них. При этом очень открыто. Люди склонны идеализировать, но также и демонизировать кого-то, искать что-то негативное в твоей жизни, цепляться к этому. Мы все в разное время делаем глупости. Мы все, бывало, делали идиотские выходки. Без ошибок невозможно учиться, но человека определяет не то, каким он был, а то, каким он есть сейчас. Человек живет и дышит сейчас, а не когда-то давно. Если посмотреть на Майка, это один из лучших примеров для подражания. Ох, как бы нам сегодня тебя не перехвалить. Да я и сам сижу и думаю, ну вообще, дают ребята, где вы такого наслушались? Это же все правда, братик. Спасибо тебе. Но ты, негодяй, используешь мой логотип. Как это так? Ты про буквы ТР. Да, конечно, это мой логотип. Тайсон Ранчер — два слова, которые начинаются с тех же букв, что и Тони Роббинс. Совпадение? Не думаю. У вас с Майком действительно есть что-то общее. А что именно? И у тебя, и у него был опыт с психоделическими веществами, который сильно на вас повлиял. Да, это правда. Хотя я совершенно не интересуюсь веществами и наркотиками. Ведь я тренер. Занимаюсь этим делом уже 42 года, но при этом совсем не хочу возвеличивать себя, что я такой гениальный. По сути, такой же человек, как и другие. Просто мне звонят за помощью известные спортсмены, просят помочь от выгорания. Или у них другие серьезные проблемы в жизни. Например, у кого-то погибла сестра, человеку нужна психологическая помощь. Или родственники суицидника. На Netflix есть сериал «Тони Роббинс. Я не ваш гуру», где показано, как я с ними работаю и что более тысячи суицидников были мной спасены. Попытка суицида — один из самых экстремальных случаев в жизни человека. Ко мне с разными проблемами обращаются, но суицидники — это особый случай. И мне удалось научиться эффективно их отговаривать. Однажды мне даже позвонил президент США. Среди ночи. Это правдивая история. Говорит, меня ждет импичмент утром. Что мне делать? Это был не Дональд Трамп. Это был Билл Клинтон. И вот мне говорит, завтра импичмент. Что мне делать? А мне тогда 31 год. Я говорю, вы можете мне позже перезвонить? Утром, а не ночью хотя бы. Моя работа — искать негативные паттерны и менять их на позитивные. Совсем не нужно, чтобы паттерн управлял вами. Вы можете быть хозяином своих паттернов. Человек — единственное существо на планете, которое может разозлиться не от поступка, а лишь от мысли. Поэтому я исследую мысли формы и способы их трансформации. Но совершенно особенная задача — это когда помогаешь умирающему. И вот почему. Я сам, например, стал использовать жизнь на полную и жить каждой секундой после того, как осознал, что умирать мне не хочется. Как, в общем-то, и никому. Но в детстве у меня был очень сильный страх смерти, и поэтому я решил выжимать из жизни всё. Поначалу, когда я только стал работать с палеотивными пациентами, у которых смертельная фаза рака, например, мне было очень сложно, потому что больно видеть, как страдает человек. Я всю жизнь посвящаю избавлению людей от страдания. Но в случаях со смертельно больными пациентами я не знал, что делать. Но потом я познакомился с доктором из Медицинской академии Нью-Йорка. Они проводят исследования, в том числе со смертельно больными пациентами. А исследуют они целительное действие псилоцибиновых грибов на таких пациентов. Заведует ими анестезиолог Тони Босса. Это классические рандомизированные исследования. Пациент при визуальной депривации принимает определённую дозу псилоцибина, ну а контрольная группа, разумеется, принимает плацебо. И вот результат показал, что действие псилоцибина на таких пациентов действительно было исцеляющим. Обычно под словом «наркотик» мы понимаем вещества, от которых вырабатывается зависимость, которые нужно употреблять раз за разом. Но в этом исследовании псилоцибин принимался лишь один раз, и этого было достаточно для исцеления. Вот ещё пример. Была женщина, которая всю жизнь была атеистом. Не таким мягким атеистом, как у вас в Калифорнии, а жёсткий нью-йоркский атеизм. Нету Бога, чё смотришь? У неё был при этом неизлечимый рак. И вот она принимает псилоцибин и проводит три часа в камере депривации. По её словам, она пережила полную трансформацию, утверждает, что познала Бога, и теперь смерти совершенно не боится. Вся семья её по-другому на жизнь теперь смотрит. Я сейчас, между прочим, пытаюсь финансировать дальнейшие исследования на предмет более широкого использования этих знаний в медицине, может, даже на коммерческой основе. Для начала я хочу провести эксперимент, где представители центральных религий, католик, мусульманин, раввин, обрели бы такой опыт и поделились бы своими словами со своими прихожанами о пережитом. Я хочу помогать ветеранам войны и людям со смертельным диагнозом. А ещё я ездил в Бразилию, и у меня был опыт с айоваской. Ох, это мощная штука. Очень мощная. Но как бы там ни было, я стал интересоваться этой темой. И мне открылась жуткая правда о том, что миллионы людей живут ежедневно с хронической депрессией и вечно сидят на антидепрессантах типа Prozac. Но ужас в том, что все эти препараты, они депрессию на самом деле не вылечивают. Люди продолжают жить с этой депрессией, потому что внутреннюю причину никто не устранил. Так вот этим я и хочу заняться. Я стал читать о рецепторах боли, а также о рецепторах дофамина. Айоваска значительно улучшает обмен этих веществ у человека. Чтобы испытать это на себе, я поехал в Бразилию, где прошёл соответствующий ритуал. Но самое интересное, что вот наш друг Майк Тайсон тоже пережил интересный опыт. Я принимал вещество 5 МЕО, в природе выделяемое пустынными лягушками из пустыни Сонора. Рассказал мне о нём впервые какой-то диджей. Стал рассказывать, что есть совершенно волшебное лекарство, которое называют молекулой бога. Я говорю, давайте попробуем. Но он говорит, после концерта я смогу тебе показать, что это. Говорит, что это совершенно магическая штука. Вы слышали о жабьем веществе? В общем, мы присели на пол, выкурили трубку, и я сразу же ушёл в другую реальность. Я чувствую, что я не знаю, где я нахожусь, в каком-то другом измерении. Ни тела у меня нет, ничего, одна энергия. Ты как бы не существуешь, но на самом деле существуешь и существовал всегда. За 15 минут я познал информации на тысячу и тысячу лет, причём очень быстро. Я осознал, что жизнь великолепна, и я сам тоже великолепен. А смерть — это всего лишь часть всего этого. Вот так опыт тысячи лет в меня словно загрузили. Но тут я думаю, вот это я облажался. Наверное, я всё-таки помер. Ну всё, думаю, допрыгался бродяга, довыделывался, накурился с оборванцами какими-то какой-то хрени и врезал дуба. Дурачина, думаю, ты простофиля. Жизнь моя земная в тот момент прекратилась. Хоть я очень сильно люблю свою жену и детей, и друзей, но этого всего там больше не существовало. И ни разу за весь тот опыт я о них даже не вспомнил. И что дальше? Чего-чего? Ну что произошло? Я взял и проснулся. Пришёл в себя. Это после того, что ты перестал кокаин употреблять? Да. Я завязал совершенно с выпивкой, с наркотиками, но вот этот яд пустынной жабы я решил попробовать и второй раз. А что во второй раз было? Во второй раз всё гораздо было мягче. В общей сложности я употреблял его пять раз. Ничего себе, пять раз? Ну ты рисковый. Да, пять раз. Но не подряд же, правильно? Конечно, не подряд. И как это повлияло на тебя? Это обострило моё осознание, моё самоосознание себя. Когда ты настолько ясно осознаёшь себя, тебе уже не хочется вытворять какую-то безумную ерунду. Я понимал, что мои прежние выходки — это путь совершенно не в том направлении, в котором мне хочется идти. По-другому жить тебе уже не хочется. И мне кажется, до сих пор люди, по большей части, живут на автомате, не осознавая полностью, кто они и что они. Такая жизнь — дотрата самой жизни. Я согласен с тобой. Осознавать себя — большой дар. Именно тогда у тебя открывается настоящая искренняя воля к жизни и понимание, кем ты хочешь быть и куда хочешь двигаться. Обычно у людей с этим не всё так гладко. Я, когда попробовал яд пустынной жабы, я был предупреждён, что это достаточно сильное снадобье. И меня почему-то это сразу привлекло. Хотя никаких наркотиков я не употребляю, и даже алкоголь не пью. А зачем ты решил это попробовать? Дело в том, что в моей семье мать на меня повлияла очень сильно. Но беда была в том, что она сидела на очень сильных препаратах и пила алкоголь. Под воздействием всего этого у неё часто были припадки. Она могла меня головой бить об стену или жидкое мыло мне в рот заливать, потому что ей казалось, что я вру, хотя я говорил правду. Я не то чтобы хочу о ней злословить, потому что она уже покинула этот мир. Но после того мне пришлось проходить реабилитацию с детским психологом. И он объяснял мне, что настоящая твоя биография зависит не от твоего прошлого, а от желания, кем ты хочешь стать. Когда я рассказываю эту историю, многие плачут, хотя я не многим это рассказываю, ведь все на меня смотрят, как на высокого белого богача, успешного человека. Именно тот опыт проблемного детства подвигнул меня к тому, чтобы стать практикующим психологом. Я стал интересоваться тем, что движет людьми, что заставляет их делать определенные поступки и как уменьшить для них страдания. Так вот, после Айуаски мне сказали, что есть ещё Тоуд. Яд пустынной жабы, 5 МЕО, который называют молекулой бога. А побочное явление есть? Нет, говорят, никаких нету. Я говорю, ну ерунда, не может такого быть. Я взялся читать информацию об этом. Целый день читал, изучал, всё, что мог найти. Опыт Айуаски, конечно, сильно мне помог, но если это была настоящая внутренняя трансформация, и если это лечит страх смерти, то я должен попробовать. Но мне говорят, ты такой детина здоровый, нам придётся тебя зафиксировать пятером. Я говорю, зафиксировать, что связать что ли? Нет, говорят, что ты себе глаза не выцарапал случайно, потому что человек может совсем не замечать, что делает тело. В общем, дают мне его попробовать. Я сижу, ничего не происходит. Это при том, что дали достаточно большую дозу. Я же человек крупный. Лошадиную дозу мне вломили, а я ничего не чувствую. Надурили, говорю, меня, что вообще ничего не происходило. Ничего. Решили ещё попробовать, ещё больше дозу увеличить. И тогда, конечно, подействовало. В то время я страдал от апноэ, когда подействовал тоут, я почувствовал, что не могу дышать. Поэтому я стал кататься, раскачиваться из стороны в сторону, потому что думал, что умираю. Я стал носиться, они меня как-то скрутили, но я всё равно вырвался. В общем, чёрт знает что. И эти 10 минут, обещанные, продолжались полтора часа. Ничего себе. Первый час — это был ад. Вы бы меня тогда увидели, наверное, подумали, что я сошёл с ума окончательно. Причём с открытыми глазами, хотя ничего не видел. А второй час — это был один из самых прекрасных часов в моей жизни. Как я обещал, Тони Басс. Я словно ощутил прямую связь со всем бытием. Я соединился с Духом. И у меня был разговор со своей собственной душой, который я никогда не забуду. Прямое общение с моим Высшим Я. Я ощутил присутствие Бога. Тогда я посмотрел на свою жену и осознал, что даже если сейчас умру, это самый счастливый момент в моей жизни. Я чувствовал столько благодарности. В общем, этот опыт меня трансформировал так же, как и тебя. С единственной разницей, что в следующие 10 дней я просыпался каждое утро, и у меня было чувство эйфории. И мне хотелось всё время выкрикивать какие-то звуки, чтобы ощущать их и создавать вибрацию в теле. Это было действительно экстатическое ощущение, когда у тебя улыбка с лица не слазит. Тебе кажется, что такое состояние хочется продолжать вечно. Всё это со мной в Бразилии произошло. Обычно каждые 4 дня у меня где-то семинар или какое-то мероприятие. На следующий день в Вегасе у меня было мероприятие, и меня ждали 12 тысяч человек аудитории. И я ощущаю эту эйфорию опять. Конечно же, потом мой мозг усмирил эту эйфорию, и я пришёл в норму. Провёл своё мероприятие, но 10 дней подряд это ощущение у меня никуда не исчезало. И я совершенно перестал бояться смерти. Не то, что я хочу умирать. Нет. Но страха у меня нет. При этом я могу помогать людям. Не зря я переживал все эти ощущения, ведь передать людям по-хорошему можно то, что ты пережил сам. Если к тебе не было прикосновения вечного, то как ты собираешься прикасаться к другим? Вообще, тема наркотиков у нас очень извращена. Ты же знаешь, что в нашей среде все постоянно то пили, то злоупотребляли веществами. Меня от этого воротят. Я считаю, что вера во что-то это плохой заменитель непосредственного опыта. Есть такой замечательный человек Санджей Гупта. Он нейрохирург, часто выступает по СНН. Он сам, так же как и я, по жизни ничего не употребляет. Даже марихуану. Он проводил исследования о том, как психотропные природные вещества исцеляют такие болезни, как, например, аневризм мозга у подростков, которые страдают от спазмов. Наверное, вы видели такие материалы. Поэтому концепция сейчас смещается от потребительского, развлекательного употребления подобных веществ к исцеляющему. Не злоупотребление, а исцеление. Такое лекарственное средство тебе не нужно принимать каждый день. Это не то, чтобы нового состояния тебе без вещества больше не достичь. Нет, доступ к этому состоянию остается навсегда с тобой. Вещество просто открыло его для тебя. Поэтому нам с тобой очень повезло приобрести такой опыт. О, да, это 100%. Однажды во время такого сеанса я ощутил всю боль, которую причинил кому-либо в своей жизни. Ничего себе. Но ты вышел из этого состояния? Да. Но оно было потрясающим. Я почувствовал единство со всем сущим. Да, это единство, это удивительная вещь. Единство с каждым цветком, с воздухом, абсолютно со всем. Всем, что ты ел, всем, что ты пил. Абсолютно все. А вот вдуматься, насколько люди сейчас оторваны от этой настоящей реальности. Они застряли в соцмедиа. Да, и они не осознают ничего. Я читал статистику, что с 92-го года по 2014-й, то есть период 12 лет, на 65% увеличилось употребление антидепрессантов. На 65%. А также во много раз увеличилось количество суицидов. Потому что антидепрессанты обещают вылечить депрессию, но превращают ее в суицид. Безумие в том, что вся культура сейчас пропитана медикаментозным духом. Но при этом природное лекарство мы отвергаем. Вот как говорил тот самый доктор Тони Басса в своей медицинской академии. Дело в том, что в нашем мозгу есть рецепторы, которые взаимодействуют с природными психотропными веществами. Природа дарит нам все, что нам нужно для излечения своих недугов. А мы пользуемся этим как попало. Еще с 70-х годов при Никсоне культура употребления изменяющих сознание веществ зациклилась на рекреационном, развлекательном способе употребления. А наркополитика стала репрессивной, сажая людей в тюрьму за природное право на доступное эффективное исцеление. Но сейчас идет мощный прогресс. Я сейчас готовлю книгу о регенеративной медицине и жизненной силе, которую она дает. Меня очень волнует тема наших ветеранов, которые возвращаются с войны, с военных операций, глубоко травмированные, с душевными недугами, такими как ПТСР. И они не знают, как с этим быть. Они обращаются ко мне, но я же не могу разорваться на тысячу частей и не успею помочь всем. Но есть такой доктор в Чикаго, с которым я недавно познакомился, доктор Липофен. И хоть это прозвучит безумно, но подтвержденный факт, что ПТСР доктор Липофен лечит за два сеанса и позитивный результат в 92% случаев. Как его зовут? Доктор Липофен. Я дам тебе контакты. Я не спонсор, просто рассказываю. А в чем принцип? Смотрите, у нас нервная система подразделяется на симпатическую и парасимпатическую. Симпатическая это то, что движет нашими мотивами, подгоняющая нас вперед. Парасимпатическая это та, которую мы можем ощущать, если покурим твоей любимой индики. Симпатическая система может зацикливаться на одном и том же воспоминании и побуждать к агрессивным действиям. Ты как заведенная игрушка делаешь одно и то же. Первым пациентом доктора Липофена был ветеран, которого хотели упрятать за решетку, потому что он представлял опасность для собственной жены. Он не то чтобы хотел ее намеренно убить, просто он бесконечно переживал один и тот же жуткий опыт в Ираке. И когда это с ним случалось, он начинал свою жену душить, чтобы выжить. Он все еще был в Ираке, мысленно. В итоге он уже сам на себя собирался наложить руки, чтобы прекратить этот кошмар. Ему первый раз ввели этот препарат, но дозировка была не отработана. Ввели второй раз и тогда нашли нужную комбинацию. Человек-то сейчас полностью здоров, хотя прекрасно помнит до сих пор весь свой жуткий опыт. Но к нему не привязана теперь сильная эмоция. Вещество влияет на амигдалу и как бы растворяет привязку к негативному опыту. Я сейчас спонсирую лечение для сотни ветеранов и десятков добровольцев, переживших насилие, сексуальное в том числе. А еще есть Underground Railroad. Слышали? Нет, не слышали. Это бывшие сотрудники ЦРУ, ФБР и морские пехотинцы. Они объединились для того, чтобы освобождать малолетних по всему миру от торговцев людьми. Они проводят спланированные операции, выслеживая похитителей детей, конечно, не могу назвать вам места их операции, но в одной я принимал участие. Меня даже загримировали для этого. В течение трех дней нам удалось выследить и обезвредить 37 торговцев людьми. Мы освободили 42 девочки возрастом от 7 до 14 лет. Им давали героин и кокаин, чтобы они потом сексуально обслуживали насильников и маньяков. Более мерзкого я никогда ничего не видел в жизни. Девочки, конечно же, радовались, что их освободили наконец-то, но проблема в том, что даже на свободе травма психологическая продолжает у них жить. Поэтому я спонсирую эту группу Underground Railroad, и такие группы есть уже в нескольких локациях, в том числе военных локациях, одна из них Форт Худ. Задача в том, чтобы расширить эту деятельность. Вот такие есть новые тенденции. Доктора Липофена вы можете найти в интернете, почитать о нем. Я вам могу дать все контакты. Этот доктор лечит психологические травмы в один сеанс. Кстати, яд лягушки тоже хорошо лечит эти травмы. Совершенно верно, но я не знаю, можно ли заставить ветеранов массово его употреблять, потому что оно очень сильнодействующее, не для всех может подойти. Но то, что делает доктор Липофен, это доказательная медицина, эффективная. Он сам анестезиолог, прекрасно знает, что он делает. Дело в том, что по статистике каждый день 22 ветерана совершают суицид в Америке. Это безумная цифра, и нам много чего нужно менять в этой стране, в том числе снятие запретов на лекарства марихуану. Это вопрос о том, почему люди вечно в конфликте с самими собой, почему они так ненавидят себя. Я думаю, потому что мы живем в социальной культуре, и человек все время сравнивает себя с кем-то. Он вгоняет себя в постоянную неудовлетворенность. В прошлом году Галакс провели исследование и выяснили, что мир сейчас пребывает в самом озлобленном и раздраженном состоянии за всю новейшую историю. Многие известные спортсмены это подтверждают. Они все говорят, что люди сейчас совершенно несчастливы. Они пребывают в постоянном эскапизме, удирая от мира и друг друга в наушниках и в экранах. Баскетболист Майкл Джордан рассказывает, что раньше можно было сплотить команду для выигрыша во время авиаперелета между городами. Рождалось ощущение команды, дружба. А сейчас все сидят погруженные в свой мир. Плюс соцмедиа за любую огреху тебя грязью в комментариях поливают, и многие люди попадают в стресс из-за этого. Такие известные игроки, как Харден или Леброн. Сильные люди страдают от таких вещей. Не говоря уже о тысячах ветеранов, которые возвращаются с войны. На них сейчас выливаются тонны информационной грязи, которая систематически разбалансирует их психику. Но не только они, мы все погруженные в социальную культуру, мы постоянно себя с чем-то сравниваем, мы вынуждены доказывать кому-то свою значимость, что вот он классный и я тоже классный, у нее прическа классная и у меня тоже прическа классная. Но ежечасно гоняясь за подтверждением собственной значимости, вы начинаете терять собственно свое «я». Социальная значимость выходит на первое место, а свое «я» уходит в тень. Я до сих пор помню нашу первую встречу с тобой в Аризоне 22 года назад. Мы говорили с тобой тогда о межрасовых конфликтах, почему люди ненавидят друг друга. Было шоу Сали Джесси Рафаэл, там были агрессивные скинхеды, неонацисты. И я тебя спросил, как ты думаешь, что с ними такое? Почему они иррационально ненавидят чернокожих? И ты мне тогда сказал самую замечательную фразу. Ты сказал, он хочет компенсировать силой отсутствия любви. И меня это просто поразило. Я подумал, это же гениально. Все хотят любви, но вынуждены заменять ее значимостью и силой. У меня есть друг, владелец тренажерного зала. Он говорит, люди ко мне в зал стали ходить не для занятий, а чтобы сфоткаться. Представь себе, они не занимаются, они просто фоткаются. Есть фирмы, которым можно заказать свои фото, как будто вы где-то побывали на курорте. Этот поиск значимости превратил поколение миллениалов в самое застрессованное поколение. Я, кстати, прямо сегодня читал, что сейчас очень большой процент молодежи умирает от сердечной недостаточности, нежели когда-либо. Это же жуть какая-то. Если ребенка оперегать от абсолютно всех ушибов и падений, ребенок будет всю жизнь жить в страхе падений. Кто спортом занимается экстремальным, настолько привык себе что-то ломать, что доверяет организму и знает, что тело восстановится. Оно приучено. И страха у тебя уже нет, потому что ты знаешь свойства своего тела. Но мы, окружая себя удобствами и технологиями, сделали себя мягкотелыми. Много родителей воспитывают детей, делая за них абсолютно все до мелочей. Теперь дети желают, чтобы и во взрослой жизни за них делали все. Их может обидеть любая непохожесть или инаковость. Но я им говорю, подождите, жизнь прекрасна своим разнообразием. Пойдите в лес, посмотрите, разве там все одинаково? Каждый листик, каждая веточка уникальна. А вы говорите, что мы должны быть похожи и одинаковы? Мне очень больно смотреть, как людей разводят по углам, как демонизируют несогласных со своими взглядами. Я работал с представителями разных политических партий и республиканцев и демократов, хотя я сам независимый. Я даже помню свою работу с Рейганом, точнее, с сотрудником его кабинета. И я помню, как его политический соперник, тот самый политик из Бостона, сейчас не помню, как его имя, с которым до пены у рта они спорили в Сенате, но потом они могут пойти и выпить по кружке пива и травить анекдоты. А сейчас все на ножах, постоянно скандалят, заняты враждой, поэтому на остальные дела уже ни сил, ни времени нету. Надо прекращать демонизировать несогласных со своим мнением и вспомнить снова, что мы братья и сестры, что да, всем достается в этой жизни несправедливости и ошибки все совершают порой. Но вопрос, что делать дальше, как идти вперед, не застревая в прошлом? Вы же не ездите на машине, глядя только в зеркало заднего обзора, ведь так, катастрофа неизбежна. Поэтому мы должны создавать новое будущее, а не застревать в прошлом. Людям уже осточертело эта постоянная дискуссия на ножах между двумя партиями. Да, очень много ненависти. Да, нужно что-то менять, но я думаю, что все в итоге сбалансируется. Я думаю, что мы придем к этому. Ты упомянул очень интересную динамику того, как мы погружаемся в условия комфорта и становимся гиперчувствительными. Одновременно взгляды людей на разные вещи радикализируются. Все как-то от умеренности к экстремизму движутся. Это очень странный процесс. Да, но еще более странно это хотеть, чтобы все думали так, как ты. Сейчас люди дружат только если совпадают у них мнения. Если же нет, то они враги. Правые ненавидят левых и наоборот, хотя и то, и другое нужно просто в меру. Да, мы живем в каком-то маниакальном мире страхов и запугивания. Плюс засилие медикаментозного лечения душевных травм. Каждый шестой американец находится в зависимости от психотропных препаратов, а каждый третий принимает антидепрессанты. Вот эта статистика меня действительно настораживает. А как обстоят дела с кокаином? Обстоят так, что Америка потребляет 80% всего мирового трафика кокаина. Эта цифра, наверное, что-то говорит. «Ничего себе! Куда мы катимся?» У нас люди больше тратятся на алкоголь, нежели на образование, а вы ждете, что что-то исправится. Мне кажется, что именно здесь очень полезна та помощь, которую ты оказываешь людям, потому что наши люди теряют ощущение смысла жизни. Они оторваны от настоящей реальности. Я думаю, что не поголовно все оторваны, но очень многие. Люди как-то перестали задумываться о последствиях своих слов и действий. Вот если бы мы с тобой задумали вдруг драться, то каждый понимал бы, что противник достаточно увесистый, и поэтому, скорее всего, для обоих будут серьезные последствия такой драки. Но когда в комментариях на тебя кто-то выливает грязь и оскорбления, они совершенно не думают о последствиях. В основном этих последствий не наступает. Это и есть дисбаланс. При этом доступ к оружию и даже средствам массового уничтожения у психопатов достаточно большой. Сейчас какой-нибудь психопат может целый город взорвать, если его кто-то обидел, и у него при этом есть доступ к возможностям хакеров. Человечество должно прийти к какому-то новому равновесию, ведь мы по-прежнему люди и нужны друг другу. Мы братья и сестры, и вместе нам идти по этому пути. Нам нужен иммунитет от этого постоянного разделения А сейчас все разделены, все друг друга демонизируют. Например, те, кто за ношение оружия гражданскими, считают, что те, кто против, это всемирное зло. Те, в свою очередь, считают своих оппонентом вселенским злом. Но, ребята, нам и по ту, и по эту сторону хочется одного и того же безопасности. Мы хотим своих детей водить в безопасные школы и жить нормально. Вот о чем стоит задумываться. Но все будет хорошо. А как вы думаете, откуда мы взялись вообще как вид? Кто мы такие и куда идем? Я думаю, что каждый из нас это дух, душа, и у каждого есть предназначение. Многие сразу думают, что предназначение это должно быть что-то глобальное. И думают, что одно предназначение важнее, чем другое. Они смотрят, например, на меня, что у меня миллионная аудитория и тоже думают, я тоже так хочу. Но, ребята, я сначала не с миллионами, а с самим собой работу провел. Дело не в количестве. Спасая жизнь одному человеку, ты уже спасаешь целую вселенную. Спасение одного не менее значимо, чем спасение миллиона. Вот, например, у моей жены нету миллионов пациентов, она работает с единичными. Она мне говорит, зачем ты ездишь по этим миллионным аудиториям? Ты же и так людям помог. А я говорю, нет, я должен. Она это уважает. Это не означает, что работать с одним пациентом менее почетно, чем работать с миллионом. Важно, что дает тебе ощущение полноты жизни. Кому-то для этого достаточно написать стихотворение, кому-то родить ребенка, кому-то ухаживать за садом, кому-то написать красивую песню, для кого-то это поднять уровень образования в стране, а для кого-то сделать открытие в медицине. Каждый из нас ищет то, что наполняет нашу жизнь, но оно не обязательно должно быть супергигантским или масштабным. Не нужно оценивать значимость по масштабу. Вот люди спрашивают, какие необходимые навыки нужны, чтобы жить полной жизнью, жить так, как тебе хочется, а не так, как кому-то хочется, чтобы ты жил. Я считаю, что для этого нужны всего два навыка. Первый — это навык достижения результата. Вот вы мечтаете о чем-то, а теперь, как это воплотить? Потому что сама мечта есть у всех, но до воплощения доходит не у всех. Научитесь достигать результата в бизнесе, в отношениях, в духовных практиках. Это навык, изученный, и его можно приобрести, если захотеть. Именно поэтому я написал книгу, где я описываю истории 50 самых успешных финансистов, таких как Уоррен Баффетт и другие. Я нашел то, что их объединяет, и это помогло мне своей компании вывести на уровень миллиардных оборотов, потому что модель я применял ту же самую, что и они. Но есть еще второй, не менее важный навык, о котором почему-то в обществе не так много говорят. Это обретение полноты жизни. Его часто путают с успехом. Если всю жизнь ты гоняешься за успехом, совсем не обязательно, что ты при этом ощутишь полноту жизни. Наоборот, может появиться ощущение загнанности, что ты как белка в колесе. А еще я заметил, что люди, даже если поставили себе какую-то цель, они раздражаются по мелочам и бросают на пол дороги. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот я хоть и говорил, что ни разу осечки у меня не было в психологической помощи, мне это стоит постоянной бдительности, и каждый раз приходится адаптироваться, потому что все люди уникальны. Но важно понимать, что какие бы трудности жизнь тебе не подбросила, это все равно жизнь, это лучше, чем смерть. А как именно ты адаптируешься к человеку? Каждый раз по-разному. Нужно сначала понять его, изучить его, образ мыслей, потому что у нас у всех могут быть разные модели мира. Одни люди живут как ждуны, они все время ждут, что жизнь сама им все принесет и от всего защитит. А я пытаюсь показать людям, что жизнь подкидывает вам вызовы и возможности, и от вас зависит, чтобы эти возможности использовать и приложить свои старания. Если все время ждать, что жизнь тебе все сама преподнесет, ты становишься в позицию жертвы. Ожидание счастья не принесет самого счастья. Вот я спрашиваю у людей, какое самое большое свершение у вас в жизни было, и как долго оставалось ощущение счастья? Один год? Пять лет? Три часа? Три недели? По большей части счастья хватало на три месяца, не больше. Ведь счастье не в обретении цели, а в ощущении роста и развития. Не сама цель приносит счастье, а то, как изменяешься ты сам в процессе достижения этой цели. Вот откуда берется счастье. И вот поэтому я считаю, Майк так сильно вдохновляет людей своим примером. Спасибо. Но это же правда. Ты молодец. Дело в том, что в боксе у меня был наставник, который меня учил не сдаваться и не вешать нос. О да, это очень ценный урок. Я думаю, что именно школа этого твоего наставника помогла тебе достичь успеха, потому что научила не сдаваться и не вешать нос. Я бы тоже ни к чему не пришел, если бы не имел настойчивости. Сейчас про меня говорят, вот он весь такой успешный, у него 40 компаний, он весь из себя такой гуру, но знали бы вы, через что мне пришлось пройти. Когда-нибудь, может, в старости я напишу биографию, там многие будут в шоке. Они даже не представляют, через что мне пришлось пройти. Но именно поэтому я теперь могу так интенсивно работать, потому что я приобрел опыт и теперь могу помогать другим людям. Ну что, напоследок, желает кто-нибудь еще сказать какие-нибудь слова на путстве? Конечно. Я прям не знаю, что еще можно добавить к сказанному. Тони, надо будет еще с тобой пообщаться. Пожалуйста, ищите меня на веб-сайте tonyrobbins.com в инстаграме, в фейсбуке. Я надеюсь, что люди, которые нас слушали, одну вещь действительно запомнят. Ищите то, что вас наполняет, что придает вам полноту жизни. Не ждите, что для вас это будет то же самое, что и для других, все индивидуальны. Научиться достигать результата — это наука. А вот обрести ощущение полноты жизни — это искусство. Не найдя в жизни то, что вас наполняет, вы так и не ощутите, что живете. Но прежде чем помогать кому-то, нужно научиться помогать себе. Как в самолете, когда с нами проводят инструктаж техники безопасности, нам показывают, что вот это ремень, а это кислородная маска. И в случае разгерметизации маску на кого нужно надеть? На себя? Или на кого? На себя. Верно, но казалось бы, какой эгоизм? Почему на себя, а не на ребенка? Потому что если вы задохнетесь, некому будет спасти ребенка. Вот это даже для меня был новый урок. Я, конечно, человек очень заряженный на достижения, но теперь меня больше интересует полнота жизни и наслаждение жизнью. Я ищу то, что придает мне энергию. Именно тогда я понимаю, чувствую, что меня питает этот внутренний кислород. А начать нужно с того, чтобы прекратить ныть и жаловаться на мелкие сложности и не страдать от них. Потому что сложности у нас у всех бывают, так или иначе. Мы все попадаем под стресс. Любители гонки за достижениями, они говорят не о страхе, а о стрессе. А на самом деле это страх. Это паттерн вечного недовольства собой. Нужно перепрограммировать себя. У нас мозг совершеннейшее чудо. В нем есть внутренний цензор, который все время ищет проблемы, от которых потом либо пытается бежать, либо затаиться и подождать, пока проблема уйдет, либо с ней сразиться. Но теперь люди стали воспринимать всякую чепуху и мелочи как непреодолимые проблемы. Как вопрос жизни и смерти. В Америке многие считают себя бедными, но ребята, Америка одна из самых богатых стран в мире. В остальных странах то, что вы называете бедностью, это средний достаток. И люди как-то не учитывают этого. Поэтому мой совет, если вам интересно, не гоняйтесь только за какими-то поставленными целями. Ищите то, что наполняет вас любовью, смыслом, и не стесняйтесь уделять этому время. Потому что это занятие даст вам силы, энергию и стимул достигать всего того, чего вы хотите достичь, что вы хотите создать и так далее. Я надеюсь, что слушатели запомнили то, что было сказано в самом начале. Не ждите, что станет лучше, если просто ждать. Становится только хуже. Энтропия. Поэтому нужно действовать. Спасибо. Знаешь, наблюдая за тобой, Тони, мне больше всего нравится, как ты заходишь в студию и здороваешься с абсолютно каждым по отдельности, глядя в глаза и пожимая руку. Спрашиваешь, как дела? И не для отцепа это делаешь, а искренне. Искренне интересуешься, как дела. Я вот думаю, как это он делает? Но я же говорил, что мне нравится общаться с людьми. Но люди принимают это как само собой и разумеющиеся. Или они делают это на автомате, потому что основное внимание на экране своего телефона. Живое общение вдохновляет. Оно дает тебе энергию. Совершенно верно. Я понимаю, что это звучит пафосно, но мне хочется помогать людям. Совершенно искренне. Для некоторых просто человеческое тепло и улыбка это уже большая помощь, когда человек ощущает, что ты уделяешь ему внимание, делаешь что-то не для отцепа, а искренне. Иногда ты спасаешь жизнь, иногда учишь чему-то новому. Поэтому я и говорю, что нужно искать занятие, которое придает вам ощущение наполненности жизни. Ну что ж, спасибо большое. Всем спасибо за интересную беседу. Это был еще один отличный эпизод нашей передачи. Всем всего самого лучшего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!